И до одной не от этого мира. Итак, первый визит в старческую церковь заканчивается прозрением. Прелесть, прелесть, духовное понятие, фатальное заблуждение, обращение души, вводящей от сутки, богопознание. Итак, что насчет прелести еще можно повторить? Духовное понятие, фатальное заблуждение, обращение души, вводящие ее от пути, богопознание. Итак, когда мы приходим в старческую церковь, понимаем, что мы в прелести, не откровение, не путь духотяжения, как полагают инквизиторы, а стержательство в порядке мира сего. Итак, вот, то есть прелесть это не откровение и не путь духотяжения. А, вот почему, допустим, два этих лагеря, Ефросиня, скажем, и Наталья, а вот два лагеря. Они говорят в прелести, потому что замолившиеся сектанты. Как сегодня Сергей, я говорю, он иродив, он делает подвиги, совершает, которые никто не делает, поэтому к ним надо очень внимательно быть. Они, как бы, иродствуют, как бы, не открываются, потому что их был перебили, боже, у него так и тогор, затем мы уже побили по голове. Ну, я образно говорю. Нет, ну, смотри, первая церковь заканчивается прозрением. Итак, что мы прозреваем? Прелесть это не откровение и не путь духотяжения, как полагают инквизиторы, ее, собственно, и институционалы. А стержательство в порядке мира всего. И так церковь перевели в порядок мира и заставляют стержать этот порядок, понимаешь? И поэтому приходит, поэтому такая степень одержимости, потому что порядок мира, он больной, он виртуальный. И церковь вошел от дух мира. Поэтому Христос говорил, что меры запустения придет на величенном месте, стоящем, где не должна. Вот, порядок мира пришел в церковь. Меры запустения пришла. И вдвойне боль опасная, смертельная прелесть, исповедуя химмерический порядок мира, сяжая сокровища тлены, мнит тебя церковью спасительницей. Ну, вот она, прелесть, понимаешь? Потом, а они называли прелестников кого? Вот, почему не канонизировали Сергея Масовского? Сто лет прошло. Ну, да, долго не канонизировали. Потому что, ну, потому что реально-то люди помнят, что он в церкви ничего не имел, что он вышел из монастыря специально, блин, чтобы не быть пораженным всем этим духом. Вот. Ну, а его все-таки император Николай канонизировал? Ну, как, кто его канонизировал? Ну, или то, это же бопы все восстали. Ну, да. Ну, так вот, потому что Николай это прозрел, потому что Александра и Николай, они были очень, как бы, скажем, вероисприимчивые. Богобоязненные, да. Да, если, да, как бы, но, при том, не умоляли они другие, как бы, они православные были, понятно, но не умоляла, там, скажем, вот, первым рескриптом он сказал, субботное вероисповедание и канонизирование Серафима Саровского. Какой был удар по институту, когда сто лет люди, даже предание, понимаешь, люди говорили, из поколения поколения передавалось, что вот, приходили там казаки, убивали христоверов, там, старобрядцев. И, когда пришли красные, красный прощался, а казакам не прощалось, потому что народ помнил, у людей память народная работает, что вот казаки приходили и били ногаками, и, когда пришли красные, убивали, то есть, беспредельничали, по сути, тоже как казаки, но и, но людям, ну, как красным прощалось, а казаки, вот память такая. и поэтому все сказали бассейновского память народная помнила что это был настоящий христос это был как бы исключение справил что-то мне там подсохнуть если было лучше слышно потому что слышимость бабушка почему у тебя такие большие и так короче прелесть мы попали порядок мира сего церковь самгон заразил всем духом вот пожалуйста вот ей прелесть опять же такое это фантальное заблуждение обращение души у ящерки пути поэтому и дождь и снова наша церковь может быть безумие они война это тоже такая прелесть огромная люди оморщены этими земными каким-то великими виртуально до чего нет по сути и разыграют какую-то национальную идею будет какой-то марок может засидеть и в плен как раз на пойти в плен сдать и будь любым рабом синдера пропадала мамона интернета своего мерседеса ты равен живут ну я посмотрю на свой шеф как он был не был прямо благородный там ну после времена презирал мне просто ну слушай понимаешь я не мог поддержать технику тупые разговоры меня выпивала мне все время тянуло клавиши принести лично свою божематери свои слова и как бы наш птицы разного полета у них есть деньги и при этом с этими презрения и все их не благородство нам шик и она пришла война и просто сдула потому что уже не время было бы снять ростов и немало стоит бабки надо блять сохраните свой душу жопу чтобы тратить деньги вот весь мирила огонь и владенец у меня жили танцы мочевой такие руки шо уже будь то будет благородством от макаса напускными а вот михаил роману николай второй сандар что данный служба выбора мне тоже могли задернуть и остались но вот остались лишь остались принялись метр заведомо будучи уже предупреждены что надо что вот его тебе богородство понимаешь вот тебе воспитание и тоже были православны ну да вот это как бы может величие души бы на теле в рыбой царь и вот православие от его не как царя уже же как православного потому что реально хотя другой страны святый царь должен был бы преступников всех пересажать в тюрьму то есть это главная обязанность царя что был порядок он будучи царем имеет такие полномочия почему-то стал играть в роли потому что какие-то божья мать и сказала если ты поешь кровью насилия просто увеличит силу крови и так была кровь нужно нужно было пролиться кровь это соловецкой должна была какая-то скопительная защита потому что личность опять сошло в тапик поэтому двигался по откровению если не отклинив сущего мог бы посаду убежал поймать качок слышу озарен нужды мы потерять смерть он понимает этот виртуальный мир не может убедить духовный сутрудин и сучок сущий разъем поэтому сути как бы это блок эта внутренняя договоренность супруга здесь минуты саника решили подвиг все идите смирились и пошли и поэтому они миротворчат потому что они старые минуты этого голгоф вы прошли каждый из них нам тоже предстоит от богов пройти не только бы не пройдя поэтому лучше и сознательно потихонечку принимать как я значит и принимаешь у меня традиция когда я буду отправлять цари таки на сам маленькую долгов она проходить что я просто нас настоящая голова вселенская испытания до каждого мы не здесь или и как бы наш не искусились там на миллион ангел засчитывали там сайте из креста как они мы кричали то есть либо выстояли свои выстояли свой бог бог вы не зрели и ну надо понимать что все-таки видишь мы на ничем не лучше и хочет есть вопрос но вот чем-то быть лучше на вы добродетели лучше что добродетелями быть лучше чистопой но для чему решет как-то надо что тут все-таки чем-то выделиться надо чем-то отличаться ну соответственно искать какие мерилы и ключи подходят для тебя не просто используешь какой-то хороший плюс там диалога у тебя ну его используют на все столько вы искать диалога все время пытаться себя так сказать не делал куда как бы признак открытости сердца красоты и маивности богом оденешь конечно это хорошие как бы наработки сильнее используют ты какой пункт уже читаешь это какой уже не пункт это так вот это весы он так нумерует как-то просто любит раз ну для удобства на на итак какое спасение невозможно выйти с миром символов который суть зло и мигрирующая по добру отсюда тирания зоны страхи маму на похоть и царство кривых зеркал тридцатных иллюзионов что всеверный родствен или мировой лас-вегас рулеткой и публичными домами у искушения мирового фарисейства что мировой каяпа мировой синдром простих матерь божия 7000 лет назад человек пал и сегодня встречает космопришельцев селка убийцы душегубцев меня их богами ну как шумя путину сети на сети заветы королевы сети римский папа устами своего первого астролога называть гуманоидов рептилоидов но драмическом черчим обличие существами непричастными эти не существовали и причастными природному греху извращенными папы кардиналов мазаники сут сектанты и сатанисты а вонючий космос не боги мы почти вине человечество в глубоком беспробудном сне вот по чьей вине мир лежит возле избавиться зла можно только приняв основу духовности богомилизма катаризма ну то есть это вера которые были испытаны и не показали истинность немой церкви все этой катарваси и все то что заварили рима византия все это православный катарлизм это собственно и где христианская модель синагога перешла просто другие какие-то обличия облачения как бы ну сути осталось одна она убивает христа и так выйди из него собственно он сказал выйди из нее этом откровении выйди из него как благодатью духа святого выходили старцы за пределы лагерей выйди из этой церкви как горящего самолета который скоро разобьется выйди из него как благодатью духа святого выходили старцы за пределы лагерей проходили сквозь стекли двери и вокра пропускала их выйди из цивилизованного порядка мира. Выход возможен. Этот прорыв совершили Серафиму Милену, 39 лет на Салатке, и Михаил Иршов уже больше 80 лет. И это сделали Серафиму в Саровске, это сделали Просине, это сделали амфилохи, каждый в своем мире. Может, это сделала даже Наталья, а сейчас в свои 80 лет она больше может уже открыть людям. Сама для себя что? Хотя не факт еще. Мир себе окружен невидимой колючей проволокой. Попробуй выйти, застрелят. Но откройте для себя цивилизацию Святого Духа, как чудесный исход. Пожелайте стать светильником, чтобы Дух Святой изливался через вас в мир. Открутите для себя внешние, вышние истины, свет и премудрость, вышние миры и его блаженства, вышние Христа и Богородицу. Тогда вы проснетесь и обратитесь. Таково сегодня послание Небесной Церкви земнородной. Мир переменится в краткий срок. Зло неожиданно быстро молится и уйдет. Судьба Земли и личная судьба каждого из нас. 99 из 100 зависит от нашего выбора. И так отречемся от зла, имея мужество услышать, принять аутентичную духовность и последовать. И так опасно исповедовать Яха, Творцу мира. Если он сотворил, то можете уничтожить. Важно отрицать, что он Творец. Тогда не сможете погубить. В планах гуманодия превратить землю в эту планету. Собственно, они скинули эту Библию, понимаешь? Они развернули этого яйца, раскрутили его. Собственно, они так делали на многих планетах. Понимаешь? Они в разных планетах натомного, нато религиозная война. То есть, они как бы, значит, наработки есть, как заморочить божественное создание. Необходимо. Или жрать животных, мясо пожрать. Это тоже их подсказка. Куманодия. То есть, они не вампиры, им надо мучениться. И так необходимо великое раскаяние. Тогда откроются добрые врата, и миллионы отрезвятся. Зыщем Духа Святого и Сражаемого. Обожайте старческое Солнце Христа, как вечную истину и высшую любовь. Удалитесь от Платоновской пещеры, приходящих теней. Продолжайте обличать величайшее преступление Иерусалимского Каганата и Грех Синедриона. Видишь? А мы не то, что обличаем, а мы его протащили в своей церкви. Мы его протащили в православие. Мы протащили сегодня этот грех. Распятие Христа мы протащили. И поэтому Божья Матерь плачет сегодня на свое Рождество. Потому что дьяволся ему тут бечует. И тысячи лет назад Христос был распред духовным. Когда ему приписали ложное суноство от Илдовов. Исконного врага, с которым он пришел сразиться и победил его, вертеп Мамоны, разрушенный в Иерусалиме, был восстановлен в Риме. А потом прошел сюда, в Москву, и заразился с Владимирским крещением. Он Матерь Божия, зло не присуще человеку, хотя мы буквально расставлены. Зло было искусно примесено, причем лукаво, через похоть. Вначале новая неизведена любовь, а снится за ней зло и смерть. Расстегая язык нашего врага, открываем спасительный путь возвращения. И так как выше путь спасительного возвращения. Вместо похоти, красота девства, и девственная чистота от Божьей Матери, совершенная и непятнаема. Вместо зла, как следствие похоти, доброта преимущественно усвоена от Бога Милова, как следствие чистоты. И вместо сокращения сроков жизни, болезней, страхов и смерти, венец, бессмертия и вечной жизни. Таковы три великие богомирские добрители. Итак, красота девства, доброта и... Красота девства, доброта... Ага. Ну, короче, трехмерный мир, заподняемая шелокка. Куда заманивать прельщениями и кайфами? Уже строятся подземные бункеры. Половина беды США потрачена на то, чтобы создать целую подземную Америку. Десятки городов, связанных между собой поездами на воздушной подушке. Итак, цель Творца, в кавычках, уничтожить мир. Он не спаситель, а губитель. Но вот решение, насколько сам Творец в фиктиве, настолько фиктивно и ничтожно и его желание уничтожить мир. У него ни сил, ни власти. Посему, добрейшая мать, почему... Почему ты попустила семи тысячелетнее падение деградации человека? Где же твоя любовь? А предпрямую досвещает. А такое божественное промысел? Семь тысяч лет назад София Промоя попустила Абсуну Перелепу, зло и похоть, чтобы посрамить незаконно рожденного и нелегитимного змеюноша и лодовов, отложившего яйца. Ну, это как бы эскатология такая непонятная. То есть, попустила, потому что предвидела заведомо поражение дьявола. Когда надо было поймать этого бессмертного злодея, надо было посмотреть. Он как бы внял себя бессмертным. По сути, таким он был, потому что божественная суть на него должна была поместить эту трехмерную ловушку. Соответственно, и нас, как бы мы были тоже помещены в эту трехмерную ловушку. И у нас эта смертность появилась. Ну, и в нем появилась эта смертность. И здесь мы, на нем, с вами погибли. Но мы, как бы, по сути, не уцаривший божественный состав, в отличие от него, мы имеем шанс вот зайти опять на некогда потерявшие позиции. А у елдовов он обречен, потому что он не раскаянный, он по-прежнему в гордыне, он по-прежнему в этом обращении, он разлагается, и он вот это, понимаешь, еще какие-то есть прихвостни принимают его, это зелье, но ихнее время будет сочтено. Все эти корнили, все эти, если не обратятся, то как бы, ну, как бы, я образно, все люди, которые, наверное, как бы, манипулируют Христом, вот, и манипулируют церковью, и делают зло, ну, мы не можем их обречить сознательно, Бог решает нам твориться в ихнем сердце. Ну, как бы, когда нам не перейти на ихний лагерь, вот, и не замараться этим дерьмом, нам надо вот с собой работать, и порой пройти тоже свой, как бы, свой гулаг. По-другому, ну, как бы, благодать, которая не выстрадал, она легко разлетается, улетучивается, и быстрее придется саблению, а человек, который выстрадал, это уже печать, это, блин, печать, а через печать и сходит полнота, потому у Серафима была, через скорби, выстраданная полнота духа, потому он был, собственно, Христос, вот, и Лавровный, вот, Серафим Саровский. Ну, и это такие, скажем, величины. То есть, не выстрадали эту благодать, так, она просто, видишь, она приходит, и человек ее просто не ценит, и она так и расхищается легко. Итак, важно осознать, человек в порядке мира, находится в западне, хочет бесплатно охотить кусочек сыра, ЦАП и в мышеловке. Ну, не нужен бесплатный сыр, не нужны ни компьютеры, ни похоть, ни секс, ни городские рекламы. Слышите? Голоса 200 миллионов старцев, Михаил Хиршов. Они пришли разрушить капище Иголы и возвестить великое откровение новой всемирной консаломентом. Утешение консаломентом, как утешение. Так, мир сохранится, на земле исходит добрый Бог, вечный Христос и вечная Богоматерь, непорочная Церковь. По сути, тем более нельзя обращать на это приходящие все эти войны, взор, потому что, если мы верим в воскресение Христа, значит, мы должны блюсти эту, как бы, параллель через всю свою, всеми фигурами, через всю свою жизнь. Иначе мы тогда будем подражать эту ловушку. Христос сказал, вот, ты же, ты веришь в Бога, ты на самом деле Божья Матерью и Христа, или там, ну, прям радуйся, обрадована там. Ну, к чему радоваться, когда война и убивают молодыхи? Радоваться, что, как бы ни злобствовал сатана, свет, он написан, он во всеми светит, и тьма не может его объять. Все. Это как бы приговор. Если даже сложно умереть, и, ну, так не могу к этому относиться. И не то, что относиться, но это надо, как бы, ну, с этим родиться. Мы суждены родились, но мало переродиться, значит. А иначе мы попадем соблазн. Мир сохранится, на земле исходит добрый Бог. Собственно, ничего из другого не может быть. Великий и вечный Христос и вечная Богоматерь, непорочная церковь, Иисуславное второе пришествие, которое ждали старцы. Но это будет не один Христос, а колесница Новых Христов, добрый пастор и богомирских отцов, старцев, Серафимов, Платонов. Человек мало, да дорог. Мало, да дорог. Святой Грааль, в короне каждого из нас мы должны в себе обнаружить жемчужное обожжение и все творческие усилия человека, короче, и все творческие усилия человека свободного начала направить к обожжению. Вот. Видишь? Вот, за что наносило его отправить? К обожжению. Итак, истинная цель человека стать творцом божества, обитающего в нем, или, как говорят, творцом собственного счастья. Вот тебе. А что такое обожжение тогда? Ну вот. Начинаем заново. Что такое обожжение? То есть, это как бы конечная цель. Сначала это духостижание, то есть должны сойти образы, появиться образы. И заражаются, скорее всего, от послушания. Допустим, да послушен старцу, старец смотрит на тебя, говорит, видит себе поражения, говорит, так, может, какой образ свет на себя? Что поклону? Маливание на псалты, на чаши, омовение, ну, к примеру. Послушник, хорошо старец, и выполняет. Это как бы есть образ духостижания. Подуман от старцев, помазанников. Ну, это происходит в церкви, отчасти. Исповедь, причастие, поклоны, омовение, псалты, благовестие, ну, как бы, все это, как бы, старческие печати. Не, что-то, что-то в этом, безусловно, присутствует в церкви. Но сегодня старческая церковь говорит о большем, о большей глубине, то есть, как бы, понимаешь, отказаться, открыть, там, не могла, вычти, вот этот катарсис, покаяние, там, омовение, ну, делать это ремостно, и, как бы, на какую-то особую глубине, чтобы вот это зло, которое прячется, там, оно обнажилось, и сказала, ой, я не хочу ходить, мне так хорошо, это тепло, надо его выгнать. И вот он, как бы, вот сегодня богомилизм, почему он сегодня над всем, потому что там, с детства уже, как бы, прививались эти печати, с детства уже, ребенок уже был, заточен, не на пахать, там, мотыгать, ну, грубо говоря, кропости, а, выпасти из себя всякое зло, и с детства уже был научить старцами, вот так практиковались вообще, отдавали детей других, из других семей, воспитывали их вот так, как ты знаешь, чтобы вот присуща была какая-то вот эта, как сказать, субординация, духовная субординация, такая, гетерархия такая, и человек воспитывался таким добросовестным, духовным, воином, героем, подвижником, ну, то, что такое, мямля, тогда орет, блин, в храме, блин, не могут ничего родители сделать, тогда орет, кричит, блин, это такое капризное, нервозное уже, с детства уже манипулировать родителями, уже не могут ничего сделать, я буду, буду, но вырастет, конечно, скажут, дай мне машину, дай мне айфон, дай мне мужа, и, и, силиконовый, траходром, такое, у нас будет безумие, такое, пупо такая будет, безумие, что будет, такое неуправляемое, ну, что это будет такое, ну, это, как бы, это неизбежно должно это прийти, а вот, поэтому, мы сказали, духосижание, потом на духосижание сходила полнота, и полнота, ты обедла к обожине, то есть, как бы, некий огонь внутри, настолько такой, что ты мог его охладить, только вот этим вселенским каким-то, служением людям, потому что такой огонь, ты не можешь уже усидеть с ним, ты уходишь к людям, и начинаешь, почему, ну, почему, он был в сотворе, потом вас вышел, стал там, в богове там, общины, там, монастыря, там, а потому что, вышел на служение людям, ну, и Христос уже был какое-то время в пустыне, там, потом вышел на служение людям, там, в Иерусалимский период, тогда вышел на служение, там, Божья Матерь тоже была в гидрозабвении, пока Христос сам был, потом, когда он ушел, она вышла из пустыни, вот, она стала растворением, как бы, его, миссии, его идеи, как бы, она тоже была в гонениях, тоже была, собственно, под ударами, как бы, ну, вот, усглавивая это движение, и дальше она сегодня передает, как бы, преемство свое, собственно, сети, подведение итогов, и так, а Божья, здесь просил, такое Божья, просто, ну, что такое Божья, ты понимаешь, к этому причастливует духосвязание, схождение духа, собственно, и оно ведет тебя уже, богосуководство, Божья, это печать уже, брачного, завета говорила невеста мудрых девах то есть обоживание как венец могут сделать паузу и выпить чайку и так человек пришел мир чтобы пробудить себе этот небесный камень обелик перламутровую кость когда мне просыпается божество и начинает действовать состава святого грааля и москвы а семена любовь превышенебесно как небесная возлюбленная душа затворяется от порядка мира сего вещь выходит свои брачные покои и после долгого пребывания них возвращается мир увенчанной поведительницы ну это скажем дешевле затворщик затвори затворяется порядка мира а допустим нашем случае мы уйдем туда на небеса затворимся как бы с этого мира там с опытно набранными как бы суммируем и потом скажем давайте мы готовы вернуться мы скажем там придешь гулаг более серьезно чем скажем предыдущем воплощении мы скажем да 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 раз такое блаженство такая любовь и такая помощь мы готовы и мы как бы сходим сознательно не себя уже голгоф ну как христос это были уже такие советские царовские только бы или соловецкие мученики это мне кажется души уже которые были сознательно готовы не то что кажется она так есть по-другому человеку не выдержал бы такого креста это невыносимо и так душа затворяется порядка мира уходит свои брачные покои и после долгого пребывания в них возвращается мир увечены победительницы ну в нашем случае если пройдет так чтобы это еще прекраснее то можем будущем на этой земле уже сможем переродиться вы они тогда это будет с нами уже в том пути и мы придем уже в следующий раз но когда используется мерой мир сойдет необходимо число вечерных вот зло будет окончательно с ним похоть болезнь и смерть миром обожаемую вечную жизнь собственно в 2013 год вот если успею в этой жизни облечься вот скажем в эти брачные покоя и выйти мы потом служить людям машин будем проходить свои там некие метарства так понимаю там тоже какой-то промыслительный год свет нас озарять это к нам будет пропущен где мы потеряли время где мы делали ошибки но все всем спасибо спаси все господи